Авиаудары ВВС Международной коалиции во главе США по сирийским войскам в районе города Дейр-Эйзор были намеренными. С таким заявлением выступил президент Сирии Башар Асад. «Это был не инцидент с участием одного самолета. Это четыре самолета продолжали атаковать позицию сирийских войск в течение примерно часа или немного больше одного часа. Совершать ошибку в течение более чем часа невозможно. Откуда исламское государство узнало бы, что американцы собираются атаковать ту позицию и собрали бы своих боевиков для немедленной атаки и для захвата ее спустя час после авиаудара? Так что это определенно было преднамеренно, а не случайно, как США утверждают. Кроме того, он отверг обвинения в том, что Сирия или Россия виновны в атаке на гуманитарный конвой ООН в провинции Алеппо. По его словам, конвой находился в районе под контролем повстанцев, и они должны были отвечать за их безопасность. Также Асад обвинил США в срыве режима прекращения огня в Сирии. По словам президента, любые высказывания американских официальных лиц не заслуживают доверия и являются просто ложью. Он отметил, что у США нет желания работать с Россией для противодействия экстремистам на Ближнем Востоке. При этом Асад возложил ответственность за продолжение конфликта в Сирии на своих противников и высказал предположение, что войне будет положен конец, если террористы прекратят получать помощь от западных стран. Когда у вас есть столько внешних факторов, которые вы не можете контролировать, конфликт затягивается и никто не может сказать, когда война закончится. В то же время он добавил, что бежавшие из страны сирийцы смогут вернуться назад уже через несколько месяцев, если США, Саудовская Аравия, Турция и Катар прекратят поддержку мятежников. Субтитры создавал DimaTorzok